Белоглинский район, Павловский, Брюховецкий, Красноармейский на экране в режиме онлайн-конференции. Главы городов и сельских округов в Кубани отчитались о работе за неделю. Нарушение миграционного законодательства отметили сразу в Денском и Красноармейском районах. Проверки стали формальными, эффективность работы снижена и тянет вниз показатели всей Кубани. Отличились станицы Кущевской. В военкомат на работу устроили семь иностранцев-выходцев из Узбекистана. Пока во всех муниципалитетах решают проблему непрошенных иностранных гостей, в Кущевской гастарбайтерам предлагают поработать в госучреждении. Небодрые отчеты, критичный взгляд на работу ждут представители краевой власти на каждом совещании. В Калининском районе обнаружили 23 гражданина из Китая. Сроки регистрации прошли, а гости задержались. За такое нарушение гастарбайтерам грозит выдворение из России и запрет на въезд в страну в течение пяти лет. В Краснодаре за полгода зафиксировали 228 случаев инфекционных заболеваний. Половые инфекции, туберкулез, ВИЧ, 32 человека согласились пройти лечение. 11 иностранцев, узнав результаты обследования, уехали на лечение в родную страну. Инфекции зарегистрировали во всех районах Краснодарского края. Лидируют в списке поражения Сочи и Краснодар в самых крупных городах Кубани и показатели самые высокие. По итогам селекторного совещания внутреннее собрание провел мэр Анапы Сергей Сергеев. Задача анапчан не сдавать позиции, работать в заданном темпе и дополнительно, примерно подсчитать, сколько иностранных граждан проживает сейчас в Анапе. Отследить убывающих невозможно, такие отметки по закону не требуются. Специалисты отследили перемещение мигрантов. Нелегалы сейчас предпочитают прятаться в Гастагаевской, а значит в ближайшее время межведомственные рейды пройдут в станице. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Анапа-регион.